Итак, друзья, здравствуйте! Мы видим метро Боровицкое. Когда-то это был второй выход метро-библиотеки имени Ленина, то есть был один выход туда на Арбат, на Новый, а второй вот сюда, вот это вот, то, что сейчас называется Боровицкое. В этом случае я это знаю вот под тем названием, под старым. Слева, вот сейчас вы увидите, ну пока не видно, вот там Кремль, Александровский мост, и справа примечательное московское место под названием Дом Пашкова, вот этот вот белый, там вы его еще увидите. Я помню очень хорошо, это был, наверное, год что-нибудь, сейчас я вспоминаю, я в школе учился, 72-й, я так думаю, это был 72-й год, в Москву приезжал президент Никсон, и слева вот по той стороне, значит, там были какие-то, ну не бараки, но какое-то очень странное все было. А Дом Пашкова, вот я 9-й класс пока учился в 17-й школе, Дом Пашкова был ободранный, а ну такой совершенно никакого вида не имел, и к визиту Никса снесли все эти сыроюшки, отштукатурили, покрасили береги, вот Кремль, так красиво, вот он был закрыт какими-то строениями, и это стало совершенно потрясающий вид иметь. В Доме Пашкова сейчас, ну в то время, насколько я знаю, были архивы библиотеки имени Ленина, да, потому что там сзади осталось по правой стороне, основное здание, вот здесь читальный зал, а здесь вроде у них там какие-то архивы были, тут вообще целый квартал этой библиотеки, это не просто вот там одно здание, там либо. Вот, мы подходим к улице Фрунзе, она называлась в наше время, направо, так как мы, так как мы ж не направо повернули. Улица Фрунзе, ну Фрунзе, вы знаете, это был революционер, там известный военный человек, а сын его, Тимур, учился вот в 57-й школе, она там впереди, значит, мы сейчас свернули на другую улицу. В общем, короче, вот он там, в наше время она называлась Маркса Энгельса, сейчас, честно сказать, даже не знаю, как называется. Почему Маркса Энгельса? Потому что там чуть подальше, вот там, где деревья, там справа был музей Маркса Энгельса, который когда-то был музеем подарков Сталину от трудового народа, а до этого был дом богатого человека какого-то, наверное, я не знаю, чем это было до того. Ну вот мы идем по этой улице Маркса Энгельса, которая сейчас как-то еще называется наверняка. Так вот, Тимур Фрунзе учился в этой школе, тут до Кремля-то рукой подать, и вот тут учились дети некоторых видных руководителей Советского Союза тех лет, вот предвоенных. Ну и он погиб, может быть, знаете, он был летчиком, он погиб во время войны, вот, значит, вот эта улица. Вот школа, она уже впереди, перед вами, там по правую руку, она когда-то была, по-моему, реальным училищем, построенным в 19 веке. Толстенные стены, знаете, там в полтора метра, я помню, дом, который за школой, туда зелененький такой, он очень интересный, там полная асимметрия, все асимметрично. А если пройти за этот дом, то вот там налево будет, значит, улица Маршала Шапошникова, и там, собственно, стоит Пушкинский музей. Вот слева, буквально вот слева, вот отсюда, можно сказать, видно, стоит Пушкинский музей, а вот справа школа, до Пушкинского музея полторы минуты ходу пешком. 57-я школа, она известна сейчас тем, что вот где-нибудь года с 70-го, вот такого плана, с 69-го, она была математической такой, там было очень много всяких людей, талантливых, олимпиады, призы там и так далее, очень многие за рубежом сейчас живут, и вот я там когда-то учился и тоже живу за рубежом, и вот спасибо ребятам за репортаж.